Я слежу и всегда отвечаю на все комментарии, которые люди оставляют под видео на этом канале. И очень часто замечаю однотипные вопросы. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом ролике я постараюсь ответить на самые популярные вопросы. Самый первый и один из самых популярных вопросов, которые когда-либо я встречал на этом канале. Можно ли парить нулевку? Жидкость состоит всего из четырех элементов. Первый это пропиленгликоль, который делает жидкость более текучей и позволяет пользователю почувствовать тот самый удар по горлу. Второе вещество это, конечно же, глицерин, благодаря нему получаются облака пара. Третье ароматизаторы, они дают нам вкус. Ну и четвертое это, конечно же, никотин. И при заправке вашего устройства жидкостью с нулем никотина с ним ничего не произойдет. Просто из четырех элементов жидкости останется всего лишь три. А если мы говорим про девайсы по типу подсистем, то в такие устройства лучше всего заправлять жидкость с соотношением глицерина не более 60, а то и 50%. А как мы прекрасно знаем, далеко не все производители выпускают нулевку с соотношением глицерина 50 или же 60%. Кстати, возможно, именно поэтому пользователи считают, что нулевка убивает их испаритель гораздо быстрее, чем жидкость с никотином. Ведь они, наверное, заправляют в картриджи соотношение глицерина в 70, а то и 80%, и их испарители не живут дольше одной недели, а то и нескольких дней. Если сравнивать с дымом от обычных сигарет, то он держится довольно долгое количество времени, а вот пар испаряется буквально за считанные секунды. Ну и эксперты утверждают, что количество канцерогенов в сигаретном дыме гораздо больше, чем в паре от вейпа. Не паникуйте, это вполне себе нормальное явление, и возникает оно из-за повышения температуры внутри испарителя. Под воздействием больших температур, жидкость, которая впиталась в фитиль, достигает температуры кипения и начинает издавать звуки, которые похожи на легкое бурление или потрескивание. Не все койлы потрескивают, хоть и это довольно распространенное явление. Если ваш девайс не трещит, это не значит, что у вас выставлены неправильные настройки или ваше устройство неисправно. Просто некоторые девайсы настолько маленькие, что работают практически бесшумно. Вейпинг воспринимается как возможность уменьшить вред от курения для здоровья. Вейпинг воспринимается как возможность уменьшить вред от курения для здоровья. И даже если курильщик решит перейти на электронные сигареты, это во много раз будет лучше как для его здоровья, так и для здоровья всех его окружающих, чем если бы он продолжал курить обычные сигареты. Это были ответы на самые частые вопросы. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, то обязательно задавайте в комментарии под этим видео. Я обязательно прочитаю и отвечу на них. А если их будет большое количество, то сниму вторую часть. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб из Сигарет Нет. И до встречи на нашем канале. Пока.